Привет, это Лесю. Надеюсь, у вас все в порядке. Хотел вам сообщить новости по графику биткоина. А как вероятно, вы вчера видели, я выпустил видео с обзором фондовых рынков. Сегодня же я хочу по-быстрому поговорить о биткоину, а также упомянуть эфириум. Ведь оказывается, дело в том, что оба графика несут важную информацию. По мере того, как мы с вами определяем важное будущее, ожидающее нас по графику биткоина. И сразу хорошая новость. Пока биткоин смог снова восстановиться и подняться выше этой синей линии. 21-недельный скользящий средний. Это хороший знак, но достаточно ли этого, чтобы биткоин снова вернулся в аптренд? И похоже ли на то, что биткоин закончил формирование дна? Ребята, присоединяйтесь. Ребятки, с возвращением. Хочу это видео сделать коротким и путевым, не очень длинным, но важные вещи затронуть нужно. И прежде всего, должен сказать. На мой взгляд, это падение, которое образовалось здесь, очень резкий спад августа, который привел нас прямо под 50К, 49. На мой взгляд, оказалось зоной капитуляции. Под этим я имею то, что многие, скорее всего, запаниковали, когда увидели биткоин под 50К. Скорее всего, они ждали, что 50К удержится, и когда увидели это падение, это многих вынудило начать продавать. Особенно трейдеры. Трейдеры биткоина, скорее всего, запаниковали. И это создало ситуацию, когда слабые руки распрощались с биткоином, запаниковав и продав, что, на мой взгляд, создало гораздо более хорошую формацию дна. Но, должен сказать, в настоящий момент говорить слишком рано, что с большой вероятностью биткоин достигна. Однако, на мой личный взгляд, вероятность этого увеличивается, что биткоин сформировал дно, или очень близок к тому, чтобы это дно подтвердить. И причина этого вот в чем. Как вы видите, с одной стороны, биткоин смог успешно устоять на ногах и вернуться обратно к 21-й недельной скользящей средней. Примерно две недели назад я об этом говорил. Если помните, я говорил, что следите за этой зоной. Эта линия, которая представлена на моем графике, синяя. Это 21-й недельная скользящая средняя. И обычно уверенные движения над или под этим уровнем могут дать вам признаки того, что рынок собирается идти в бычий или медвежий рынок. И обычно, когда цене удается успешно подняться на 21-й недельная, особенно после того, когда она находилась под ней, это хорошо, это позитивный сигнал. Однако, по той причине, что мы здесь с вами видим огромное количество ложных сигналов, биткоин опускался по 21-й недельной скользящей средней, затем снова поднимался, снова падал и снова поднимался, затем упав. В общем, много ложных сигналов, прям пила. Значительная консолидация, как вы видите, движение в быковике, и расколбас в движениях. Ближайшую похожую структуру в прошлом для биткоина я смог найти, которая сформировалась в 2020-м. Точнее, с 2019-го по 2020-й. Посмотрите, когда биткоин упал под 21-недельное скользящее, а затем довольно долго консолидировался. Мы видим, что он поднимался над 21-недельным, потом падал, поднимался, падал. Очень резкие падения. Но в конечном итоге он смог встать на ноги после случившегося резкого падения, прямо под 4000. В итоге он все-таки смог устремиться в ралли, встав на ноги над 21-недельным скользящим средним. И что действительно закрепило это движение, и это очень интересно, что помогало ему удержаться, было вот что. Если вы возьмете этот инструмент, который называется регрессионный тренд, или регрессионный канал, берем его, и позвольте мне провести отсюда с вершины, до вот этого низа. В итоге мы видим, что после того, как биткоин в этом году, в 2020-м, смог подняться над и преодолеть через вершину этого регрессионного тренда или канала, это стало хорошим позитивным сигналом. Так что не только в том, что мы видим пробитие, закрытие над 21-недельным средним, также мы с вами видим пробой и закрытие над регрессионным каналом. Особенно вот в этой зоне, где цена смогла закрепиться над регрессионным каналом. Это стало очень позитивным сигналом. Если мы с вами вернемся к графику биткоина, мы видим здесь значительную консолидацию резких движений, и заметьте, что график, который я использую, обычный, а не логарифмический. А причина этого в том, что регрессионные каналы работают лучше на стандартных графиках, а не логарифмических. Так что мы это сделаем с вершины до этого низа. И заметьте, что у нас получился регрессионный тренд. Итак, что мы здесь ищем? Подтверждение формирования дна для биткоина. Вот. Мы над 21-недельным скользящим средним. Это хорошо. Но все, что мне нужно сейчас найти, я думаю, нам найти, чтобы получить дополнительное подтверждение нашей убежденности, что биткоина сформировало здесь дно, это чистое и красивое пробитие над вершиной этого регрессионного канала. Прямо как мы видели в предыдущем примере из 2020-го. И, кстати, заметьте, что в 2020-м году, после того, как мы пробились, позвольте мне еще раз включить, заметьте, после того, как он пробился из этого регрессионного тренда или канала, биткоин в итоге смог устремиться в ралли на значительно большей высоте. В конечном итоге он улетел прямиком на 40, 50, 60 тысяч в последующем месяце, как мы с вами видим на этом рисунке. Вот. Прямо сейчас, не теряя времени и опережая толпу, ты можешь зайти на PianX и отыграть этот сетап, сделав трейды на очень удобной, комфортной и современной бирже. Более того, сейчас на PianX идет турнир, до конца которого осталось чуть больше четырех дней. И ты только посмотри на таблицу чемпионов. Ты с легкостью можешь ее возглавить и забрать основную часть призового фонда. Не трать время, заходи на PianX, все ссылки ты найдешь в описании. Итак, то, что я хочу сейчас увидеть на текущем графике биткоина, это пробитие и в идеале, и закрытие, и под этим я понимаю закрытие свечи, над регрессионным каналом. Скажем, например, если в следующие несколько недель, скажем, недель или даже, может быть, месяца, если биткоин сможет пробиться через этот регрессионный канал и в идеале над вот этим верхом, у 65К. Я бы даже сказал, что хочу видеть пробитие над 66К, чтобы вероятность увеличить. Но уверенное движение над 65К, а в идеале даже над этим уровнем 67К, сделает гораздо более вероятным то, что биткоин уже дно прошел. Скажу так, лично мое мнение, мое шестое чувство, что биткоин дно достиг. Я думаю, что вот это падение, о котором говорил несколько минут назад, из-за того, что это падение вызвало значительную панику, выбросив слабые руки из рынка, я думаю, это было событием капитуляции. Я думаю, шансы того, что биткоин достиг дна, увеличиваются. Но несмотря на это, чтобы все-таки сохранить осторожность, ведь пока мы подтверждение еще не получили, чтобы прям быть экстра осторожным, и определенно, чтобы получить дополнительное подтверждение уверенности, я бы предпочел увидеть пробитие через этот регрессионный канал. Я хочу видеть, чтобы биткоин в конце концов смог пробиться через 65к, даже 67к. Мое личное ощущение, основанное на моем опыте и данных, которые я имею, это, скорее всего, произойдет. Так что моя личная точка зрения в том, что в конечном итоге мы увидим, как биткоин пробивается через этот регрессионный канал, и... да, я могу ошибаться. Позвольте заметить, могу ошибаться. Вот почему это будет хорошим увидеть. Подтверждение биткоина, этого пробитием, этого сопротивления, этого канала регрессии, вершин этой темно-синей линии. И, кстати, присматривайте также и за эфиром, потому что обычно, когда эфир осуществляет аналогичное пробитие через сопротивление, это увеличивает вероятность того, что биткоин также достигна. И, похоже, эфир удерживает эту трендовую линию поддержки. Но пока по эфиру мы с вами не видим пробития через эту 21-недельную скользящую среднюю, примерно на 2,820, и вот это и недавняя вершина, которая образовалась примерно на этом же уровне. Так что, то, что нам нужно по эфиру, это уверенное движение в виде пробытия, а в идеале закрытия свечи над этим уровнем, примерно 2,820. Если у нас образуется еще больше давления, уверенного движения и силы над этим уровнем, над этим недавним сопротивлением, 21-недельной скользящей средней, и недавней его вершины, то пробитие через него будет очень сильным сигналом и подтверждением, вероятно, сформированным на эфиры ИИ, также позитивным сигналом для биткоина. Вот буквально, чего мы ждем. Но, я должен сказать очень важную вещь. Повторю, что я на это все смотрю с точки зрения риска. И когда бы мы с вами не делали анализ, мы всегда так же смотрим и на риски. Мы никогда не должны это игнорировать. Так что, скажу вот это. Если биткоин по какой бы причине упадет ниже этой поддержки, например, если биткоин... Но, позвольте сказать, я этого не ожидаю. Но если биткоин в последующие несколько недель или месяцев пробьется через эту поддержку, опустившись под него, что вы видите здесь, примерно в 52 500, то это станет очень опасным сигналом. То есть, если биткоин опустится ниже низа сентября, примерно в 52 500, то это будет очень опасным сигналом, увеличившегося риска для биткоина, и потенциально приведет к опусканию ниже 49к. А может быть и ниже. Кстати, опасность этого события увеличится еще больше, если и эфир также опустится ниже сентябрьских низов. Но, должен сказать, что я это упоминаю только лишь с точки зрения рисков. Я не утверждаю, что это произойдет. И лично считаю, что шансы увеличиваются в сторону позитива для биткоина. Я лишь упоминаю вот эту поддержку сентябрьских низов, только лишь с точки зрения рисков. В случае, в случае, если биткоин упадет ниже этих уровней, потому что это будет очень серьезным сигналом опасности и потенциального разворота. Однако, ребята, должен сказать, что это не то, что я ожидаю. Потому что шансы, и опять же, потому что биткоин смог восстановиться и подняться над 21-недельное, и потому что мы недалеко от того, чтобы пробиться через это сопротивление регрессионного канала. Все это, на мой взгляд, означает увеличение шансов в большую степень по направлению пробития вверх, нежели вниз. Так что лично мое мнение заключается в том, что для биткоина гораздо больше шансов пробиться вверх этого канала. Позвольте мне сказать, опять же, я могу ошибаться. Давайте наберемся терпения и подождем, чтобы биткоин это подтвердил. Пробитием этого сопротивления, находящееся примерно от 65 до 67-ка. Так что давайте посмотрим, что биткоин сделает в следующие несколько недель. Но это пробитие гораздо в большей степени подтвердит, что дно пройдено. И непременно пробитие вот этого сопротивления увеличит верность биткоина ралли к более верхним целям. Так что, если вам понравился видос, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свой комментарий. Это очень сильно помогает команде CryptoCommons, которые стараются для вас. И, конечно, не забывайте о Бла-Бла Крипто. На этом у меня все. Большое спасибо. Увидимся позже. Субтитры создавал DimaTorzok